ом друзья сегодня поговорим с вами о третьем принципе ямы который называется остея остея обозначает не присвоение чужого отсутствие стремления обладать того что на тем что нам не принадлежит и дословно переводится как не воровством в современном мире очень сильно культивируется желание обладания чем-либо от большого количества вещей до работы у моря путешествие и прочего мы все время смотрим на других людей у кого это уже есть и хотим того же но забываем про то что вокруг нас всегда будут люди которые имеют больше имеют лучше и находятся на другой ступени развития с точки зрения материальных вещей также мы забываем о том что все вещи которыми мы обладаем приводят нас к растрате жизненной энергии в то время как эта энергия могла быть потрачена на наш духовный рост и если мы обратим внимание то дом которому никто не живет он постепенно будет ветшать и разрушаться вещи которые одежда которую мы не носим она будет постепенно выходить из моды и нам уже не захочется ее носить но все это если мы это имеем расходует нашу жизненную энергию и если остея с точки зрения неворовства в таком примитивном понимании когда мы берем что-то чужое понятно то давайте попробуем посмотреть еще немножко на этот принцип глубже есть такая притча про двух сестер когда первая положительная и имеет с точки зрения общества положительные качества вторая имеет больше качество отрицательных и предстает перед нами как герой отрицательный две сестры идут по улице и встречают на своем пути человека который просит милостыню та которая положительная проходят мимо и ничего не подает та которая отрицательная милостыню дает и потом говорит что ну как же вот это моя старшая сестра вся такая положительная но при этом не подала милостыню человеку который в этом нуждался но если мы посмотрим глубже человек который просит милостыню претендует на те обстоятельства которые вероятно ему не положено еще по его кармическим каким-то ограничениям вполне возможно что ему нужно устроиться на работу зарабатывать деньги таким образом испытывать какие-то страдания и развиваться вместо этого он просит милостыню для того чтобы то есть имеет желание обладать тем чего у него нет в такой в легкой форме ведь если мы задумываемся то когда мы заканчиваем институт идем устраиваться на работу мы не приходим и не говорим о том что нам сразу нужна должность начальника мы приходим на какую-то начальный уровень постепенно накапливаем опыт испытываем какие-то страдания прикладываем усилия и постепенно имеем возможность вырасти до какого-то высокого звена то же самое происходит на пути духовного развития прикладывая усилия испытывая какие-то аскезы накладывая на себя какие-то самоограничения мы развиваемся в йога сутрах патанджали указано что все сокровища приходят к тому кто отвердился в истине и для того чтобы немножко еще с другой стороны посмотреть на принцип остеи на непристояние вот чужих обстоятельств давайте подумаем о том насколько много на самом деле благ мы имеем потому что когда мы говорим про неворовство у нас сразу скорее вероятно мы представляем что-то материальные какие-то объекты себе но есть еще такие вещи как семья здоровья вещи которые мы не можем потрогать но которые имеют место быть и наверняка многие люди не имея этого испытывают большие страдания поэтому нематериальные блага тоже являются большой благосклонностью вселенной к нам за которой мы можем поблагодарить и наверняка у всех бывали ситуации в жизни когда обстоятельства складывались каким-то чудесным образом и можно было охарактеризовать их фразой так не бывает вот прям сложилось лучше не придумаешь и это еще раз говорит нам о том что вселенная на самом деле она заботится просто зачастую мы не имеем этого доверия к ним к ней но если мы будем стараться практиковать принцип остеи принцип не присвоение к себе вот этих чужих обстоятельств и будем смотреть на те вещи которые происходят с нами неважно позитивные или негативные именно с точки зрения обстоятельств которые нужны для нашего развития и научимся доверять этим обстоятельствам что именно это нужно для нас тогда у нас даже мысль не возникнет о воровстве в разрезе присвоения чужих обстоятельств себе в то же время есть еще такая интерпретация пример не соблюдение принципа остеи махатма ганди говорил о том что эксплуатация рабочих на предприятии тоже является не соблюдением этого принципа потому что используется чужой труд на свое благо то есть энергия чужих людей присваивается для того чтобы хозяин того или иного бизнеса заработал но конечно в не идеальном мире нельзя искать мы не можем найти какие-то идеальные условия и бизнес имеет место быть люди трудятся на чье-то благо поэтому важно наверное то как человек в данном случае распределяется теми или иными благами которые к нему приходят с помощью других людей прежде всего конечно люди которые работают на предприятии должны получать адекватную зарплату адекватную зарплату если они перерабатывают они как часто у нас бывает что люди работают больше чем они получают и в то же время необходимо стараться вкладывать деньги которые в данном случае получает собственник бизнеса в какие-то благие цели в этом случае те люди которые работают на данном предприятии тоже будут в проценте от тех благих обстоятельств от тех благих последствий которые сложились в связи с этим пожертвованием но нужно конечно не забывать о том что понимать куда вы вкладываете деньги на самом ли деле это принесет в современном мире благо что же мы можем делать для того чтобы соблюдать принцип остеи больше своей жизни и первое что мы можем делать это избегать таких эмоций стараться их осознавать растворять таких эмоций как зависть среду ревность жадность потому что если в случае воровства когда мы просто берем что-то чужое карателем выступает законодательство и понимание того что мы можем понести за это наказание может выступать останавливающим фактором в воровстве то в случае испытывания вот таких эмоций скажем так карателем который у нас есть это наша совесть и нужно стараться к ней прислушиваться причем различать что нам говорит совесть а что нам говорит наш ум потому что наш ум будет всегда стараться нас оправдать в него функция такая держать нас в безопасности поэтому старайтесь пожалуйста прислушиваться оправдывайте вы сейчас себя или все таки ситуация на самом деле таким или иным образом сложилась и что говорит вам ваша совесть в данной ситуации еще есть такой совет относитесь к другим также как вы хотели бы чтобы относились к вам и как правило это работает когда в той или иной ситуации вы не знаете как поступить и ставите себя на место человека в отношении которого вы размышляете думаете о результате который был бы интересен который хотели бы вы и в данном случае можете принять какие какое-то более-менее адекватное решение какое-то найти середину также что мы можем делать второе это практиковать непривязанность к вещам и непривязанность к титулам которые нас окружают к титулам то есть каким-то социальным статусом которые мы имеем почему это будет являться не если мы будем практиковать непривязанность это будет помогать нам соблюдать принцип постели представьте пожалуйста такую ситуацию что вы собираетесь в отпуск купите купите деньги накопили выбираете долго отель в который вы поедете ваш ум уже представил как будет здорово какой у вас будет замечательный номер с видом на определенную сторону то есть вы уже ваш ум уже нарисовал картинку вашего отдыха и место вашего отдыха до того как ситуация произошла затем вы приезжаете и вам дают не тот номер и номер оказывается грязным то есть вы испытываете эмоции что-то типа разочарования вероятно вы разозлитесь вероятно вы пойдете на рецепшен и с кем-то поскандалите попросите поменять вам номер то есть истинная ситуация истинная реальность не сложилась с тем что нарисовал вам ваш ум с вашими ожиданиями то есть вы в своем уме уже присвоили себе какие-то обстоятельства которых еще не было и другая ситуация что вы точно также собирались в отпуск но вам не позволяют финансы вы планировали провести его в домах домашних условиях выполняя просто свои какие-то обычные дела но начальство оказалось к вам благодушно и выплатила премию и вы подумали что было бы неплохо куда-то съездить выбрали какую-то быстро путевку и поехали приехали и учитывая что вы туда не собирались вам все нравится потому что у вас не было никаких ожиданий вот этого обстоятельства и вроде бы казалось одна и та же ситуация человек собирается в отпуск он идет в отпуск он и в том и в другом случае поехал куда-то сменил место своего нахождения но внутренние ощущения абсолютно разные у этих людей поэтому нужно стараться практиковать непривязанность потому что когда мы имеем вот эту свободу от желания и свободу от обстоятельств именно в этом случае мы ощущаем себя внутренне свободными и внутренне наверное гармоничными и третье что мы можем делать это нам нужно стараться не позволять другим использовать себя в каких-то корыстных целях то есть если вы знаете что планируется какой-то сговор и даже вы в нем не участвуете но не прикладываете усилий для того чтобы этому помешать как-то образумить людей тогда будьте готовы понести негативные кармические последствия в том числе и давайте подумаем что является основной причиной несоблюдения принципа остеи не воровства вот в тех аспектах в которых мы его рассмотрели и это желание обладания большим чужим то есть грубо говоря наш эгоизм и исходит это из-за того что мы стараемся найти счастье во внешних обстоятельствах и во внешних вещах но когда мы поймем что счастье что во внешних вещах мы можем найти только удовольствие а счастье это понятие внутреннее что все это на самом деле находится внутри нас и все спокойные гармоничные состояния находятся внутри нас тогда даже несмотря на то что внешние обстоятельства могут каким-то образом нас колебать все-таки они не будут иметь на нас столь сильного влияния чем когда мы к этим обстоятельствам привязаны он друзья сегодня хотелось бы поговорить про принцип о париграхе это четвертая яма по йога с утром патанджали и и переводится это как непринятие даров способность принять только уместное мы живем с вами в эпоху гиберпотребления когда мы все время что-то покупаем стараемся получить какие-то знания вопрос нужны ли нам все эти вещи кто-то меняет без конца модели телефонов кто-то покупает много одежды кто-то меняет машины и так далее и так далее и но если задуматься ведь по сути человеку нужно очень мало для его существования нам нужно место где поспать место где поесть и место для работы и каждый раз когда мне требуется совершить какую-то покупку для меня это прям огромная работа проанализировать на самом ли деле она мне нужна или все-таки это мой ум ввязался в какое-то подвергся очередным каким-то влиянием и это не является необходимостью а при граха не затрагивает принцип только материальных вещей которые мы можем потрогать сюда же относится допустим накопление знаний есть люди которые без конца учатся они не успели еще применить в полную меру те знания которые были получены на предыдущем обучении уже идут куда-то учиться в другое место это не значит что учиться не нужно просто нужно наверное задавать себе вопрос а все ли я использовал уже из того чему меня научили готов ли я к новому восприятию информации или это будет наслоение наслоение которое я не использую для того чтобы лучше понять принцип о париграхе возможно вы слышали как пример древнеиндийский способ ловли обезьян когда клетка используется не для добычи а для приманки то есть ставят клетку в клетке в клетку кладут банан и в клетке есть отверстие чтобы засунуть туда руку руку засунуть можно и можно вытащить но если вы возьмете банан то с бананом вытащить руку уже нельзя что делает обезьяна обезьяна видит клетку с бананом подходит к ней засовываю туда руку берет банан приходят охотники но обезьяна вольно отпустить банан и убежать но она этого не делает она прилипает вот к этому банану и точно такие же залипания случаются и у нас с вами на те или иные вещи материальные или нематериальные которые мы накапливаем причем что происходит когда мы с вами накапливаем те или иные вещи прежде всего происходит огромная трата энергии как мы говорили уже ранее йоги стараются перекрыть вот эти каналы утечки энергии для того чтобы вложить ее в какие-то благие вещи но если с какими-то серьезными вещами вот эти утечки энергии очевидны то с мелкими вещами они как правило очевидны не настолько и нам очень сложно подтвердить себе что да на самом деле утечки энергии присутствуют давайте разберем такой пример который очень явно отражает вот это вот потерю энергии допустим что вы собираетесь купить квартиру серьезное мероприятие которое бывает может быть даже не у всех в жизни или один раз в жизни в общем не каждый день мы это делаем и и на этапе желания уже формируется страдания и энергия уже начинает утекать то есть когда вы только задумываетесь о том что нужно бы купить квартиру вы начинаете об этом думать вы начинаете смотреть разные варианты в интернете и просто от того что вы что-то просматриваете вы уже устаете казалось бы ничего не делали сидели на диване но от того что вы думали об этом от того что вы что-то смотрели энергия утекала и поэтому ощущается усталость затем приходит этап когда наконец-то собралась сумма денег и вы собираетесь квартиру купить находите необходимый объект и здесь начинается второй этап когда уже мы почти обладаем этой вещью но мы начинаем переживать а вдруг сделка не сложится вдруг меня обманут или вот какие-то такие подобные вещи и вот эти переживания продолжают расходовать нашу энергию затем случается этап приобретения купили и начали владеть и вот на этапе владения потрата энергия перестает быть столь очевидной особенно если эта покупка какая-то незначительная но когда вы купили квартиру вам нужно платить за нее коммунальные платежи чтобы заплатить вам нужны деньги для этого вам нужно ходить на работу и тратить свою энергию поэтому то есть на поддержание мы расходуем ежедневно ежедневно наши энергетические ресурсы и и эти все маленькие статуэтки которые стоят у нас дома какие-то побрякушки безделушки все это точно таким же образом расходуют наши силы хотя повторюсь это не кажется очевидным это первое что происходит второе это кармические долги считается что любое любая вещь которая не была сделана вашими руками на своими руками она формирует кармическую связь с теми людьми кто ее сделал если возвращаться к примеру покупки квартиру то кто-то произвел стройматериалы кто-то эти стройматериалы привез кто-то их сложил чтобы получилась вот эта конструкция дома туда подвели коммуникации сделали какую-то отделку то есть просто тонны сил были потрачены на то чтобы вот эта квартира состоялась материализовалась и вы смогли ее увидеть и когда вы ее покупаете вы формируете кармическую связь со всеми людьми кто вот в этом процессе участвовал пусть даже вы их не видели но поскольку мы живем в такое время когда мы не можем знать мы отдали свой кармический долг или мы его создали для себя в йоге рекомендуется максимально меньше использовать какие-то вещи для того чтобы не формировать вот эти вот дополнительные кармические связи которых у нас и так достаточно в йоге с утрах патанджали указано что соблюдение этого принципа позволяет получить знание о своих прошлых воплощений и знание о своих будущих перевоплощений и что мы можем сделать для того чтобы потихоньку внедрять этот принцип в свою жизнь первое это конечно же избавиться от уже существующих у нас ненужных вещей наверняка всем знакомо чувство легкости когда вы выбрасываете все ненужное из дома вам как будто бы становится легче дышать и это подтверждает нам что вот та энергия которую мы тратили на поддержание этих вещей в своем окружении она вместо того чтобы уйти осталась у нас именно поэтому мы ощущаем вот эту легкость второе что мы можем сделать это заниматься йогой причем особенно внутренними практиками для того чтобы успокоить свой ум очистить его от невежества и перестать создавать все время какие-то желания в своем уме который мы потом будем удовлетворять третье что мы можем сделать это техника которая предложена йога с утрах патанджали и там говорится что когда неподобающие мысли тревожат ум нужно сосредоточиться на противоположным то есть если вы хотите кого-то поругать то сосредоточьтесь на каких-то положительных аспектах того или иного поступка если вы хотите что-то купить то сосредоточьтесь на том что вероятно у вас уже есть подобная вещь и это будет лишнее будет просто висеть и пылиться в шкафу четвертый метод который предлагает нам йога васиштха и там говорится следующее только знание лечит неверное восприятие змеи вместо веревки то есть когда в темноте мы не можем отличить что это лежит свернутая змея или веревка и только зная что это лежит веревка мы не испытываем какого-то страха или если мы знаем что это лежит змея то соответственно предпринимаем правильные действия и когда есть такое знание в разуме нет стремления к чувственным удовольствием которые только усиливают непонимание то есть когда есть знания вот даже принципов ямы и не ямы когда мы стараемся их культивировать у себя в сознании у нас все реже и реже возникают желания и стремления наши какие-то желания удовлетворять поэтому если возникает желание не исполняй его разве это трудно на самом деле иногда наверное бывает трудно потому что у нас есть какие-то привычки какие-то уже глубоко сформированные желания и здесь я бы хотела сакцентировать внимание на двух вещах первое это мы можем читать духовную литературу ту же йогу в асиштху который позволяет немножко нам шире смотреть на окружающую действительность которая возвращает наши мысли в правильное русло и которая позволяет больше фокусироваться на именно духовных аспектах внутренних нежели на материальных внешних вещах второе это не исполнение желания и здесь наверно нужно соблюдать принцип золотой середины потому что для кого-то не исполнение желания это будет легкий дискомфорт который будет являться прекрасной ступенью для саморазвития для кого-то не исполнение этого же желания будет являться очень глубоким напряжением и приведет к каким-то психическим расстройствам например неупотребление сахара в пищу кто-то берет и просто по щелчку пальца от всего отказывается сладкого и для него это легко но кто-то идет к этому годами пробует разные способы у него то получается то не получается и если такому человеку взять и просто перекрыть доступ допустим к тому же сладкому вопрос каким образом он будет развиваться либо он плюнет на все это и будет его есть с тоннами и вопрос тогда благо это было или нет либо он сможет по этому пути двигаться поэтому вот здесь вот прислушивайтесь пожалуйста к себе какая в данном случае золотая середина у вас и что данное испытание будет носить какой характер для вас будет ли это дискомфорт который нужно потерпеть и это будет служить развитием либо это какая-то ситуация которая для вас пока слишком сложна и вы не можете ее пройти пятое что мы можем делать это доверять вселенной потому что все то что нам необходимо у нас уже есть все то что нам потребуется у нас обязательно будет наверняка у каждого в жизни была такая ситуация когда вы чего-то очень хотели но не получалось вот очень хотелось но никак не сложилось и потом спустя какое-то время это может быть даже очень длительное время может быть день может быть неделя может месяца может год вы вспоминали эту ситуацию и думали вот как хорошо что сложилось именно так что тогда у меня не получилось то есть какая-то ситуация которая была в тот момент казалось вам отрицательной имела крайне положительные последствия в будущем поэтому доверять вселенной легко когда все складывается так хочется когда складывается наоборот нужно старать наверно стараться это чувство в себе культивировать потому что учитывая вот нашу узость сознания учитывая насколько шаблонным мыслям говорить о том что мы знаем лучше чем вселенная которая желает нашего развития наверное было бы крайне невежественное у меня была такая ситуация когда я проходила курс массажа в связи с проблемами в физическом теле и приходя на один из сеансов меня массажист спросил ты что опять за деньги переживаешь у меня тогда были у супруга какие-то сложности с работой и я как-то видимо старалась морально поддержать участвую участвовала во всех этих обсуждениях и конечно переживала я говорю ну да есть такой момент он говорит а то что богу не доверяешь и тут в каких-то сложных ситуациях у меня эта фраза часто всплывает в голове как могу я не доверять тому кто вот это вот все создал кто продумал все мельчайшие детали наверняка это может быть вы можете называть это бог у кого-то один у кого-то другой высшее осознание атман как угодно это неважно но в любом случае то что продумала вот все то что мы видим вокруг нас потому что вокруг нас же органично очень все сформировано и вряд ли какой-то человек может продумать все настолько поэтому вот к этому вопросу периодически я возвращаюсь может быть кому-то будет актуально и последнее это наверное необходимо размышлять о бредности существования о том что все-таки вещи созданы для людей они люди для вещей но здесь нужно не забывать про то сколько сил в эти вещи расходуют то есть до этого мы все время говори я все время говорила о том что мы очень много накапливаем но может быть и обратная ситуация когда у вас допустим старая машина она помогает вам куда-то доехать чтобы вы делали какие-то благие вещи но эта машина постоянно ломается она настолько старая что ломается постоянно и вы тратите колоссальное количество времени для того чтобы ее отремонтировать и в данной ситуации вероятно будет лучше купить новую машину и те полдня которые вы тратите на ее ремонт потратить на те дела которые могут помочь окружающим людям окружающему вас миру поэтому не забывайте пожалуйста вот про этот принцип золотой середины и старайтесь оценивать ситуацию который у вас происходит адекватно он друзья сегодня хотят поговорить о термине брахмачария это пятая яма по йога с утром патанджали является как и все ямы достаточно актуальны в наше время и давайте попробуем разобраться как в наши дни и и понимают в йога с утра патанджали указано что от соблюдения брахмачария приобретается вирья энергия героизм с другой стороны термин брахмачария дословно с санскрита переводится как брахма это абсолютная сущность и чарья идти и есть на ходу то есть идти и есть на ходу абсолютную сущность и таким образом мы можем сделать вывод что в любом действии в каждой повседневной нашей обязанности нам нужно стараться увидеть какой-то высший замысел и рассматривать его как способ развития самого себя особенно это помогает в каких-то либо сложных жизненных ситуациях либо наоборот слишком рутинных то есть когда вы моете посуду и вам очень не хочется ее мыть и вообще это все уже надоело каждый день по несколько раз вы можете увидеть в этом способ медитации способ своего развития когда вы сконцентрированы на моменте здесь и сейчас и постараться не блуждать умом в какие-то другие действия другие мысли просто мыть посуду и понимать что способ мытья посуды тоже является служением вашей семье через семью обществу в менее широком смысле понятие брахмачария зачастую трактуют просто как отказ от секса и при анализе первоисточников можно увидеть что понятие брахмачария его трактовка видоизменялось от более высоких истин к такой интерпретации к которой мы пришли сейчас и если раньше этот термин подразумевал под собой ученичество и в целом был составлен свод правил о том как должен вести себя ученик и это называлось брахмачарией то сейчас мы просто это трактуем как отказ ну как половое воздержание и с вами шеванада сарасвати пишет о том что такая деградация термина произошла в связи с тем что произошла деградация нравов и если и и говорит о том что общество сейчас признала такое понятие как естественный сексуальный инстинкт но также он говорит о том что естественным является инстинкт размножения и это достаточно кажется логичным и в этом случае должно рождаться много детей но общество сейчас смотрит на это иначе и поэтому мне кажется здесь есть о чем поразмышлять также с юридической точки зрения опять мы возвращаемся к вопросу энергетики во время полового контакта расходуется колоссальное количество энергии и если вы этого не замечали то понаблюдайте за собой каким образом вы себя ощущаете и тем самым вы сами себе подтвердите что происходит просто утечка огромного количества энергии которую можно было бы направить в какое-то благое русло то есть деградация термина произошла в связи с деградацией нравов почему раньше еще придавалось такое большое значение сохранению девственности и вызвана это была тем одна из версий вызвана это была тем потому что когда человек испытывает какое-то сильное удовольствие это оставляет очень сильный отпечаток в его уме самскару и ум будет всегда стремиться к повторению этого удовольствия тем самым выходя из равновесия но если в йоге мы стремимся успокоить ум обуздать его что контролировать свои чувства то половая жизнь наоборот уводит нас от этого и если вы обратите внимание то современное общество в целом настроено так чтобы увести нас с пути контроля своего ума и это проявляется не только в принципе брахмачарии когда навязывается вот раннее начало сексуальных отношений но также мы можем понаблюдать какую одежду сейчас носят люди что он достаточно может быть вульгарно зачастую или какой-то странный привлекать к себе внимание еда которую мы едим которая когда сейчас составляет сложность найти в магазине что-либо без усилителей вкуса либо это специальные магазины в которые нужно сходить либо нужно достаточно долго покопаться на полках парфюмерия которую мы используем все это нас отвлекает отвлекает и еще раз отвлекает стараясь возбудить наш ум отдельно хотелось бы затронуть тему поведения женщин на вот эти мысли меня навела статья на сайте оумру и наверное это может вызвать какие-то ну какую-то спорную реакцию но в целом мне кажется в этом есть определенная суть потому что ну наверное потому что я сама проходила все эти этапы и поэтому мне это отозвалось в современном обществе женщина на этапе до создания семьи зачастую выглядит представляется собой как особь женского пола которая охотится за особью мужского пола мужского пола и на этом пути выглядит достаточно агрессивно почему потому что мы одеваем какую-то одежду которая привлекает внимание то есть мы стараемся привлечь внимание к внешнему но согласитесь что если вы допускаете такое понятие как энергия и что энергетически прежде всего люди будут друг другу притягиваться то отсюда можно сделать вывод что нужно заниматься прежде всего своим внутренним миром если вы хотите видеть возле себя более менее адекватного партнера да конечно бывают исключения когда люди сходятся на какой-то может быть достаточно примитивной почве и потом постепенно начинают вместе развиваться но это скорее редкое исключение нежели правило сейчас поэтому при этом когда я росла я помню каким образом мыслило мое сознание тогда то для меня абсолютно нормальным казалось женщина может увести мужчину из семьи то есть общество привило я не знаю что это было телевидение то что я наблюдала в окружающем меня мире но в целом то что мужчина может уйти из семьи и основной причиной этому будет другая женщина в моем сознании было вполне нормально и обществом это не возбранялось но сейчас я понимаю что это конечно какое-то верх невежество и наверное хорошо что есть возможность об этом подумать и немножко поделиться своими мыслями поэтому какие-то свои установки в вашем сознании и сделайте выводы насколько они верны может быть вам тоже будет о чем подумать с энергетической точки зрения возвращаясь к термину брахмачария частые половые контакты опасны тем что люди очень сильно смешиваются энергетически то есть каждый партнер откладывает тот или иной отпечаток в вашем энергетическом теле и постепенно это приводит к тому что эти отпечатки накапливаются накапливаются и в итоге у нас рождаются дети как какая-то серая масса которые не понимают своих жизненных целей поставленных задач перед собой и все это отражается на отсутствие взаимопонимания в семье отсутствие взаимопонимания между поколениями и каждый просто пытается тянуть грубо говоря одеяло в свою сторону также хотелось бы отметить что важно понимать что все то что я говорю может быть уже не актуально лично для вас возможно вы находитесь на том этапе когда вы знакомы с этим термином или вы прошли уже какой-то достаточно длительный период своей жизни и сейчас это вам уже не настолько актуально но не забывайте про то что у нас есть дети у большинства и вероятно будут внуки или уже есть и наверное наша задача состоит в том чтобы постараться донести эту идею до них если эта информация пришла к нам также поделюсь своим наверное это мое личное наблюдение я не могу говорить о том что про это где-то написано но мне не хотелось бы делать наверное упор в термине брахмачари мне ближе понять о брахмачари как более широкий смысл нежели то как это сейчас преподносится что это просто половое воздержание почему потому что если вы подходите к вопросу своего развития более-менее комплексно если вы стараетесь соблюдать принципы яма не яма если вы выполняете асаны если вы делаете какие-то крии бандхи шаткармы то постепенно ваш образ мышления ваше сознание будет меняться и термин брахмачари пусть даже вот в этом узком его понимании постепенно тоже будет входить в вашу жизнь и это будет происходить естественным образом то есть если на сегодняшний день может быть непонятно как каким образом можно привнести в свою семью уменьшение допустим половых контактов то постепенно занимаясь йогой вы обнаружите что у вас пропадает эта потребность постепенно естественным образом стоит наверное сказать про то что все мы конечно люди социальные и у всех разная жизненная ситуация у кого-то ситуация такова что только один из семейные пары занимаются йогой а второй не занимается и если вы в один день придете ему и скажете что извини дорогой у меня все поменялось то он может вас не понять поэтому в этом плане будьте пожалуйста внимательны старайтесь найти какую-то золотую середину и для того чтобы вы могли развиваться вместе двигаться в этом направлении каким-то образом через себя помогать своему партнеру тоже может быть немножко шире смотреть на какие-то вещи и последнее что я скажу это то что духовность это наверное корневое преобразование мышления и постепенно со временем мы все приходим к пониманию того что сохранение семейных отношений это не равно постоянно интимная близость то есть интимная близость не единственный способ сохранения отношений когда мы стараемся гармонично развиваться и особенно когда вы развиваетесь вместе со своей второй половиной если пока это не получается то может быть стоит набраться терпения и пережить какие-то кармические свои ограничения то постепенно вы обнаружите еще раз что интимная близость это не единственный способ укрепить свои отношения ваши интересы будут меняться они будут меняться не только у вас но и у вашей второй половины и постепенно вы найдете более интересные друг до друга точки соприкосновения темы для разговоров и таким образом сохранение своих семейных отношений и в заключение мне хотелось бы еще рассказать такую притчу которая мне попалась про четырех жены жил-был царь и было у него четыре жены четвертую жену он любил больше всех вот прям холил и лелеял третью жену тоже любил следил за тем чтобы у нее все было хорошо чтобы она хорошо выглядела и достаточно тепло к ней относился вторая жена ну была для него такой вызывала достаточно ровные у него эмоции он как правило обращался к ней за советом и первая жена вообще жила сама по себе ни коим образом не интересовала царя ну живет как-то и пускай живет ну пришло время когда царю пришлось он понял что ему приходит придется скоро покидать этот мир и он подумал о том что как же так он уйдет а 4 его жены останутся как-то не очень хорошо получается надо позвать их с собой позвал он к себе четвертую жену и говорит ну вот так и так мне уже пора отсюда уходить пошли вместе со мной и как ты здесь одна без меня останешься она говорит нет мне здесь хорошо я с тобой никуда не пойду это твой черед пришел уходить ты уходи один царь не ожидал такой реакции расстроился думает ну ладно позову третью третья наверняка согласится зовет третью жену пошли говорит со мной она говорит не очень хорошо что тебе уходить надо но я здесь останусь меня здесь все устраивает царь еще больше призадумался как же так самые любимые его жены и ему отказывают ну ладно говорит у меня еще вторая есть позову вторую зовет вторую она говорит слушай ну не очень хорошее известие конечно я тебе очень хочу помочь но провожу тебя только до могилы вот до могилы с тобой могу пойти а дальше сам царь пригорюни не знает что делать вспоминает что у него есть первая жена думает ну первая наверно точно не пойдет я ей времени вообще не уделял не может такого быть зовет первую жену первая его выслушала и говорит да хорошо как скажешь пойду с тобой вместе и царь понял что видимо не той жене он уделял все свое время в течение жизни потому что тот кого он холил или леял отказался а тот кому он не уделял свое время согласился и как же так какое взаимопонимание у них теперь будет если всю свою жизнь он посвящал другой женщине а согласилась с ним пойти та которой не было уделено достаточно времени и сравнение в этой притче таковы четвертая жена олицетворяет наше материальное тело которое мы за которым мы ухаживаем за которым мы очень следим за своим лицом чтобы оно было красивое одеваем его всячески в общем посвящаем ему крайне много своего времени третья жена это наши материальные блага которым мы уделяем наверное столько же времени иногда может быть даже побольше но все придется нам их здесь оставить они не смогут пойти с нами вторая жена это наши родственники которые к которым мы часто обращаемся за советом но которые имеют ограничения и смогут проводить нас только до определенного этапа и первая жена это наша душа которая как раз таки будет перерождаться и которую мы сможем взять с собой и вопрос в том насколько много мы сейчас посвящаем ей времени насколько много задумываемся о тех или иных вещах и насколько внимательно к ней относимся поэтому поразмышляйте пожалуйста тому ли вы уделяете сейчас время сможет ли большой дом как-то помочь вам на пути перерождений или он настолько отвлекает потому что его нужно содержать убирать и так далее ремонтировать и он уводит вас с пути саморазвития это на самом деле очень интересный способ анализа тех или иных своих каких-то поступков и на сегодня это все что мне хотелось вам рассказать если вам понравилось видео пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь в комментариях своими мнениями своими своим опытом внедрения принципа брахмачария и возможно принципов других яма в свою жизнь ом